Геннадий Венедиктов. Илья Муромец, первый в мире стратегический. Знаменитый самолет Илья Муромец наиболее наглядно демонстрирует возможности российской авиапромышленности накануне Первой мировой войны. Самолет был разработан авиационным отделом русско-балтийского вагонного завода в Петербурге под руководством Игоря Ивановича Сикорского. Илья Муромец стал первым в мире пассажирским самолетом. Он впервые в истории авиации был оснащен отдельным от кабины комфортабельным салоном, спальными комнатами и даже ванной с туалетом. На Муромце имелось отопление, выхлопными газами двигателей и электрическое освещение. Первая машина построена в октябре 1913 года. После испытаний на ней установили несколько рекордов грузоподъемности. 12 декабря 1913 года 1100 килограммов. Предыдущий рекорд на самолете Сомера составлял 653 килограмма. 12 февраля 1914 года в воздух было поднято 16 человек и собака общим весом 1290 килограммов. Пилотировал самолет сам Сикорский. Весной 1914 года первого Илью Муромца переоборудовали в гидроплан. Он оставался крупнейшим гидропланом до 1917 года. К началу войны 1 августа 1914 года было построено уже четыре Ильи Муромца. 23 декабря 1914 года император утвердил постановление военного совета о создании эскадры бомбардировщиков Илья Муромец, ставший первым в мире соединением бомбардировщиков. Первый раз на боевое задание самолеты эскадры вылетели 27 февраля 1915 года. Таким образом, Илья Муромец стал первым в мире примером дальней стратегической бомбардировочной авиации. Во время войны начато производства самолетов серии В, наиболее массовой, было выпущено 30 единиц. Они отличались от серии В меньшими размерами и большей скоростью. Экипаж состоял из четырех человек, некоторые модификации имели два мотора. Использовались бомбы массой около 80 килограммов, реже до 240 килограммов. Осенью 2015 года. Произведен опыт бомбометания крупнейшей в мире, на тот момент, 410-килограммовой бомбы. Последние модели им несли бомбовую нагрузку до 1,5 тонны, оборудовались электросбрасывателями бомб. В 1915 году начался выпуск серии Г с экипажем 7 человек, Г-1, в 1916 году – Г-2, в 1917 году – Г-4. В 1915 и 1916 годах выпущено три машины серии Д. Производство самолетов продолжалось до 1918 года самолеты Г-2, на одном из которых была достигнута высота 5200 метров. По тем временам мировой рекорд использовались в гражданскую войну. За годы войны в войска поступило 60 машин. Эскадра совершила 400 боевых вылетов, сбит один самолет, подбито три. Но самой распространенной причиной потерь были технические неполадки и различные несчастные случаи, из-за этого было потеряно порядка двух десятков машин. В 1918 году не было совершено ни одного боевого вылета муромцев. Лишь в августе-сентябре 1919 года Советская Россия смогла использовать две машины в районе Орла. В 1920 году совершено несколько вылетов в ходе Советско-Польской войны и боевых действий против Врангеля. 21 ноября 1920 года состоялся последний боевой вылет Ильи Муромца. С 1 мая 1921 года работала почтово-пассажирская линия Москва-Харьков. Линию обслуживали шесть муромцев. В 1922 году Сократ Монастырев совершил перелет по маршруту Москва-Баку. Самая массовая модель ИМВ. В 1914 и 15 годах было выпущено 30 единиц, половина из общего числа. Технические характеристики этой модели самолета. Длина 17,5 метра. Размах крыльев 29,8 метра. Масса с грузом 5 тонн. Длительность полета 4,5 часа. Потолок 3500 метров. Максимальная скорость 120 километров в час. Экипаж до шести человек. Пулеметов 4. Бомбовая нагрузка 417 килограммов. Игорь Иванович Сикорский, годы жизни 1889-1972, создатель Ильи Муромца. Сикорский с 1908 по 1911 годы. Построил два первых вертолета в 1910 году, первый самолет С-2, затем Аэросани. С 1912 по 1914 годы построил многомоторные самолеты Русский Витязь, затем Илья Муромец. В 1911 году получил диплом летчика и поначалу был единственным, кто мог водить самолеты М. С 1919 года проживал в США. Создал 15 типов самолетов. В 1939 году вертолет Сикорского в Аут-Сикорске 300 стал первым в мире, на базе которого стали выпускаться серийные машины. Вертолеты Сикорского С-51, С-65 широко применялись в армии США, а также для гражданских целей. Михаил Владимирович Шедловский, годы жизни 1856-1921, внес огромный вклад в индустриальное развитие России в начале 20 века. Выходец из шляхетского рода Шедловских. Окончил морской кадетский корпус и Александровскую военно-юридическую академию. Мичманом участвовал в кругосветном плавании на клипере Пластун. Выйдя в отставку, поступил на службу в Министерство финансов. Являлся членом Государственного совета Российской империи. В 1908 году был избран председателем правления акционерного общества Русско-Балтийского вагонного завода. Руководил производством первых русских автомобилей «Руссо-Балт», получивших мировую известность. Стал выдающимся промышленником. В апреле 1912 года Михаил Шедловский предложил 23-летнему студенту Киевского политехнического института Игорю Сикорскому возглавить производство самолетов на РБВЗ. Михаил Владимирович прозорливо поддержал идею создания многомоторного пассажирского биплана и в мае 1913 года первый в мире комфортабельный пассажирский самолет поднялся в воздух. Через год усовершенствованный самолет, получивший имя Илья Муромец, побил все мировые рекорды грузоподъемности. С началом войны, в виде неэффективности использования бомбардировщиков, Шедловский предложил собрать их в эскадру. В декабре 1914 года Шедловский приказом императора был призван на действительную военную службу с присвоением звания генерал-майор и назначен начальником эскадры тяжелых бомбардировщиков Илья Муромец. В 1915 году Шедловский руководил изготовлением первого в России авиационного двигателя. В том же году был награжден орденом Святого Владимира второй степени. В апреле 1917 года Временным правительством Михаил Шедловский, как монархист, был снят с должности. И созданный им отлаженный механизм Руссо-Балта и эскадры тяжелых бомбардировщиков стали разрушаться. После прихода к власти большевиков этот процесс усугубился. С началом Красного террора, спасаясь от расправы, эмигрировал Игорь Сикорский. В отличие от него Михаил Владимирович остался в России. В 1919 году он был арестован, обвинен в шпионаже и расстрелян 14 января 1921 года. Реабилитирован Михаил Владимирович в 1998 году, а усилиями летчиков дальней авиации, в Москве ему открыт памятник. В таких людях, как Михаил Шедловский, Игорь Сикорский, плодах их трудов заключались величие и мощь России. Не нашлось в февральской, а затем в октябрьской России, никого, кто был бы в состоянии хотя бы задуматься об этом. Да и нынче не слишком утруждаемся. Субтитры создавал DimaTorzok